Дети, малоимущие и ветераны, многодетные, инвалиды и пенсионеры имеют право на социальную поддержку, выплаты, льготы, компенсации и другие виды помощи, где получить и как оформить, как часто и в каком количестве. Ответы на важные вопросы в проекте Хабаровск. Социальный ответ. Перед одними барьерами вырастают физические препятствия, для других недоступен привычный большинству способ общения. Вопрос социализации остро стоит перед каждым человеком с инвалидностью. Над сокращением дистанции между людьми работают госучреждения и общественные организации Хабаровска. В этом выпуске программы «Социальный ответ» мы расскажем о том, как общественные инициативы и проекты помогают социализироваться людям с инвалидностью и о том, как можно стать частью этих проектов. Сейчас мы проводим занятия по ориентированию в пространстве. Маршрут на сегодня — это дойти до библиотеки для слепых и слабовидящих. Брусчатка, газон, бордюр и даже звук дороги — ориентиры, которые Марк запоминает, чтобы потом этот маршрут преодолевать самостоятельно. Он студент. В Хабаровск приехал из Приморья и активно изучает город, в котором ему предстоит жить минимум несколько лет. Тамара показала много разных новых маршрутов. Мы с ней уже прошли важные маршруты, допустим, до остановки железнодорожной больницы, до поликлиники, в которой я записан. И уже могу спокойно ходить и ездить на автобусах в эти места. Образовательное направление — ориентирование в пространстве. Социальная услуга от Хабаровского городского отделения Всероссийского общества слепых. Специалист Тамара Бурцева профессионально раскладывает маршрут на понятные незрячим людям ориентиры. Полное обучение одного подопечного длится около месяца. Задача — помочь адаптироваться на городских улицах, а значит, дать возможность выходить из дома и жить полноценно. Сначала мы изучаем маршрут около дома. Затем до ближайшего магазина, аптеки, поликлиники, если нужно. Нащупал ручку, открываем. Сначала потрогаем порог. Решагиваем. Аккуратно, тут еще один порог. Еще одно направление работы Хабаровского отделения Всероссийского общества слепых — обучение незрячих пользоваться смартфоном и компьютером. Техника значительно расширяет возможности человека и помогает стать ему самостоятельным. Вы можете не только просто снять трубочку на телефоне, но вы можете и сами позвонить, и сделать какие-то покупки в интернете. Вы сможете купить билеты и поехать куда угодно. Программы вам в помощь. И очень много программ, о которых мы рассказываем. Оба направления открыты благодаря изменениям в законодательстве. С этого года возможна аренда кватируемых рабочих мест. Организация смогла трудоустроить двух таких нужных специалистов. Допустим, большая организация, которая по этому закону, акватирование рабочих мест, должна принять на работу, ну, скажем, будем говорить, 10 инвалидов. Но у этой организации нет такой возможности и нет таких условий, чтобы, допустим, инвалиды по зрению работали в данных условиях. Но квоту организация выполнить должна, обязана. Поэтому принята альтернативная квота. То есть они арендуют в наших организациях рабочие места. Платят зарплату, налоги. Ну, рабочие места предоставляет организация, ну, совершенно другая. Может быть, это наша организация, может, какая-то другая. Чтобы пройти обучение по ориентированию в пространстве и использованию компьютера или смартфона, люди с нарушением зрения могут обратиться в Хабаровское отделение Всероссийского общества слепых. Уточнить информацию можно по телефону 29 40 61. Из труда не выловишь и рынку из труда. Как ты понимаешь? Не знаю. Но чтобы у тебя что-то получилось, надо приложить усилия? Да. Усилий в учебе Лизе приходится прикладывать больше, чем ее одноклассникам. Родители девочки не слышат. Поэтому развивать навыки социализации и осваивать школьную программу Лиза приходит в общественную организацию инвалидов по слуху «Аридонс». В начале я обратилась к ней по поводу поведения, учебы. Я плохо слышу, не слышу, как правильно читать, по чтению надо там. А сейчас она в третьем классе, стала намного лучше учиться. В организации «Аридонс» существует ряд проектов, которые помогают социализироваться людям с нарушением слуха и их семьям. Например, здесь дети подтягивают свою учебу, а родители – отношения с детьми и новым школьным процессом. Когда дети слышащие растут в неслышащей семье, ситуация педагогической запущенности. То есть родители разговаривают на жестах. Поскольку еще речь грамматичная, жестовая, то и родителям очень трудно помогать своим детям развивать грамотную речь. Есть даже какие-то вопросы даже по школьной организации, по чату. То есть глухому человеку, родителю, очень сложно понять даже текст, что пишут в организационном моменте. Все это мы упрощаем, текст объясняем, что имеет в виду. Кроме того, людям с нарушением слуха не всегда удается реализовать и отстоять свои права. Переоформить программу реабилитации, пенсию, решить юридические проблемы самостоятельно для них крайне трудно. В организации работает юрист и сурдопереводчик, которая консультирует и сопровождает людей с нарушением слуха в решении их проблем. Вот он приходит, и ему надо говорить. Говорит он с дефектом речи. Или вообще не говорит. Ему что может предложить специалист государственной структуры? Ну, написать заявление или оформить какой-то тест, чтобы понять, что ему надо. Но это доставляет неудобства для самого инвалида и для служащего государственной структуры. Ну, поэтому и, в принципе, создана наша организация, чтобы помогать, экономить время. За юридическими консультациями и помощью в развитии детей можно обратиться в Эридонс по телефону или электронной почте. Вы уже обращались к директору с этим вопросом? Первый шаг обеспечить социализацию ребенку с инвалидностью – справиться с барьерами на пути. Образование, медицина, доступная среда. В сложной или просто непонятной ситуации для консультации открыт пункт «Семейные приемные в Орди». Обратиться туда может любой родитель ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Или родитель взрослого человека с ментальными нарушениями. Соцслужба работает в восьми районах Хабаровского края. Обратиться можно очно, по телефону или онлайн. Я сама являюсь мамой ребенка с инвалидностью. И вопросы возникают часто именно в организациях, которые нам предоставляют услуги. Это сады, это школы. И дальше трудоустройство. Ребенок вырос, куда его, чем занять сопровождение? Ничего нет. Информации нет. А вот эта служба, она как раз позволяет узнать маршрут своего ребенка. Начиная от малого до старшего возраста. Для решения некоторых вопросов достаточно сориентировать родителя. Дать ему инструкцию и сопроводить до решения его вопроса. Но иногда частная проблема вскрывает системную. Одно из обращений – желание родителя отправить своего ребенка в загородный лагерь – привело к длительной совместной работе общественников, предпринимателей и чиновников. Оказалось, что загородный отдых крайне ограниченно доступен для детей с инвалидностью. Данные оздоровительные площадки – это целая система оздоровления наших детей. И для наших детей очень важно перезагрузиться, чтобы у них были новые эмоции, чтобы у них появились новые друзья. Это тоже очень важный элемент социализации. Получив обращение, общественники направились в Министерство образования. Там пошли навстречу. И уже через несколько месяцев, в августе этого года, удалось организовать пробную смену. Это совпало с выходом федерального закона об инклюзивном детском отдыхе. Сегодня в Хабаровском крае уже планируются такие смены на будущий год. Информацию о специальных местах для особенных отдыхающих можно узнавать на сайтах загородных лагерей. Когда человек с ментальными нарушениями перешагивает границу 18 лет, он рискует оказаться буквально запертым в четырех стенах. Шансы устроиться на работу у него минимальны. Варианты дневной занятости крайне ограничены. У нас мастерская ткачества для молодых людей с ограниченными возможностями. Искусству ткачества Алла сначала научила своего сына Георгия, а затем взяла себе еще нескольких учеников. Так в региональном отделении Варди Хабаровского края образовалась полноценная мастерская. Ребята учатся работать с тканями, развивают мелкую моторику, создают уникальные изделия. А кроме того, общаются и дружат. Работа, наоборот, помогает больше развиваться, быть увереннее в себе. То есть, когда они создают, что-то производят, и когда видят свой результат работы, они еще стремятся делать лучше и лучше что-то. Так, это рисунок обязательно сейчас взять. А какой рисунок покажи? Вот, там пальмы, вот. Очень нравится пальмы, вот это все морское, очень хорошая вещь. По соседству еще одна мастерская, полиграфическая. Наложить, примерить, отправить в печать. Для Жени Кириллова это настоящая работа. Он трудится каждый день и относится к ней очень ответственно. К нам обращаются банки, административные, правительства, государственные учреждения. И мы выполняем их медиазаказы. И они очень довольны, когда есть работа. Особенно на примере с Жени Кирилловым. Каждый день постоянно спрашивает, будем работать, будем работать. Чувствуют себя полезными сразу же, да. Потому что, ну, работа, они себя, как бы, ответственность, они себя весомыми сразу чувствуют. Ну, полезными обществу, что в чем-то участвуют и нужны кому-то. Менее опытные сотрудники выполняют работу под руководством мастера. Сегодня изделия тренировочные. Команда в ожидании новых заказов любого масштаба. Моя любимая Мона Лиза. Она такая таинственная и загадочная леди. Комфортно жить, развиваться и регулярно чувствовать себя счастливым. Это возможно только в окружении людей. Социализация людей с инвалидностью – это одна из приоритетных задач для хабаровских общественников. Помочь обеспечить доступ на общественные площадки, научить входить в контакт с людьми, создать возможность общего дела, сделать особенных людей частью обычного мира. В следующем выпуске программы «Социальный ответ» мы расскажем о том, как поддерживать особого ребенка в домашних условиях, встроить реабилитацию в повседневную жизнь и адаптировать пространство под потребности ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...